Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя Огородная Азбука. Сегодня 19 января, продолжаем разговор о фитоспорине. И в предыдущем видео я очень-очень подробно рассказала, что это такое. И сейчас быстро прям повторю, тем, кто не видел видео предыдущего о фитоспорине. Фитоспорин бывает очень разный, и главное не ошибиться. Вот этот, который пастообразный, мы сейчас растворим, он может храниться у нас весь сезон, и мы будем постоянно его применять. Порошком нужно разводить каждый раз новый, и он за 2 часа разводим, он не надо его хранить. Общее сведение, это полезные бактерии, у нас активизируются только при контакте с водой, то есть когда мы его растворим. Идеален он тем, что хранить можно 4 года, вот в таком виде. Он универсальный, вот написано универсальный. Его сначала начинаем семена замачивать, грунт обрабатывать, черенки и корневища замачиваем перед высадкой, поливаем мы в лунку, когда высаживаем. Потом во время вегетации, весь период можно делать листовое опрыскивание для профилактики, для искорения заболеваний. И осенью почву, все что у нас осталось, какой фитоспорин, мы разводим и делаем вот заключительный полив под весеннюю, осеннюю перекопку. Оставлять на зиму нельзя. Чего он боится? Боится солнечного света опрыскивать лучше, если будете опрыскивание, или вечером, или в пасмурную погоду. Ну, естественно, так же не надо, чтобы он смывался дождем, если вы сделали опрыскивание и пошел дождь, то он, конечно, смоется. Лучше, если затяжная вот такая дождливая погода, лучше сразу после дождя, чтобы между дождями в перерыв попасть. И не боится ни низких температур минусовых, ни высоких плюсовых. Все. Теперь самое главное, как правильно приготовить маточный раствор фитоспорина. Я сейчас буду делать, потому что мне все равно готовить. Я на следующей неделе запланировала первый посев перцев, буду вымачивать фитоспорине, замачивать. Сейчас я вам покажу, как готовить маточный раствор из пасты и вот из такого, из быстрорастворимого. Вот этот, конечно, он будет долго, вот эти кусочки, там трясти даже несколько дней придется, день или два. Этот он быстрорастворимый, если вам надо быстро, то лучше выбрать вот такой вот, вот как жиденький, свойства у них одинаковые, их можно хранить весь сезон в темном месте. А вот этот вот, другой порошок, вы их не путайте, они немножко как не друзья друг к другу. Все. Паста. Начну с пасты. Чтобы пасту хорошо растворить, конечно, она, сразу говорю, что тут вот небольшую проблему она вам доставит, потому что она сильно мажется и она не очень хочет сразу растворяться. Я для простоты, чтобы ускорить процесс, я просто разрезаю ее на маленькие кусочки ножницами. Так, вот такая она у нас паста будет. Вот смотрите, когда я вот в этой бутылке сейчас растворю, я сейчас вот эту из-под газоводы уберу, ой, из-под воды минерального, и вот эту вот всю этикетку я буду, но я при вас не буду, потому что это долго, я просто вам объясню, что вам очень удобно, потому что тут все дозировки, все нормы разведения, потом рабочий раствор уберет, я вот так скотчем приклеиваю, все. Это у меня будет такая культурная, красивая бутылка фитоспорина, фитоспорина, ее ни с чем не спутаешь, потому что у нас же есть черные удобрения, гуми, ну в таких же бутылках. Я буду знать, что это фитоспорин, и в зависимости от того, что мне нужно сделать, я буду смотреть вот здесь и дозировки все выполнять. Если, как вам объяснить, если вам некогда вот эти рассматривать видео, слушать, например, авторов, вы можете просто следовать инструкции, но я вам сразу скажу, не все на инструкции производитель указывает у нас, это бывает, там места не хватает или чего-то, поэтому можно легко ошибиться, если вы собрались использовать в этом году, например, первый раз фитоспорин, лучше зайдите в интернет, найдите очень подробную, там есть инструкции такие подробные, на 5-6 листах, найдите подробную инструкцию от производителя, и там все указано, про то, что он солнца боится, про то, что он заморозки не боится, про то, что как можно его хранить, как нельзя. Все. Я вот на такие, как бы, маленькие штучки разрезаю. Я все разрезать, конечно, не буду, чтобы время ваше не терять, я просто сам принцип вам покажу. Вот такие, эту колбаску еще на раз, все. Воду я смерила по инструкции, как у нас сказано, 2 стакана воды, 400 грамм, я сюда поместила. Чтобы быть точной, я взвешиваю на весах, потому что это делаешь всего один раз в сезон, можно и потрудиться, сделать все тщательно. Все, вот на этом я закончу. Смотрите, я спустила все туда, потом закрою сейчас крышкой, и они у меня будут стоять. Поверьте, они сразу не растворятся. Видите как? Кажется, что они даже вообще с водой не контактируют, не взаимодействуют. Но потихоньку, помаленьку, несколько раз я их встряхну, несколько раз встряхну, и уже завтра, послезавтра, когда я буду делать замачивание, я вам покажу, какой здесь будет маточный раствор. Вот из пасты он будет черный, как деготь. Он будет непрозрачный, и там вот на дне будет всегда такой густой осадок. Каждый раз перед применением мы будем его вот так вот стряхивать. Все, с пастой мы разобрались. Хотя кажется, что это, ну как, сложновато. Я первый год мучилась. Она липнет к рукам. Она не хочет, я не знала, как ее растворить, но потом я вот научилась, одеваю перчатки, режу на маленькие кусочки, туда сбрасываю все. Теперь вот эту вот, который быстрорастворимый. Вот его я хочу в первую очередь использовать. Та пока будет несколько суток настаиваться. С этим еще проще. Вот 200 грамм я воды налила. Уголочек срезала, и сейчас потихоньку буду вот эту вот, жгутик там будет вылазить, или колбаска, как его. Сейчас, подожди. Я сделаю, чтобы вам видно было. Видите, какая красивая, блестящая такая колбаска вылазит. Видно, что консистенция у нее более жидкая, не как паста, что она растворится водой намного быстрее. Падай. Упала. И она будет готова у меня буквально уже, вот через два дня я уже буду ее применять. А тут до полного растворения буду ждать, когда он растворится. Меня такой увлекает процесс. Ну и все. Мне главное показать вам принцип. То, что вот этот растворить, конечно, проще, если вы торопитесь, ведь разные бывают ситуации. Например, вам завтра нужно срочно сеять семена, и перед этим вам нужно их и семена, и грунт протравить фитоспореном. Ну, хотя протравить, тут слово не совсем подходит. Он не столько протравливает грунт, просто сколько улучшает качество грунта. Сейчас вот они проснутся, там вот эти крошечные споры, вот эта сенная палочка, она активизируется. Польете грунт, там начнется работа, микрофлора начнет улучшаться. Все это я в первом видео уже рассказала. Вот этот порошок я сейчас при вас не буду даже пробовать растворять, потому что сегодня он мне не нужен. Его растворяем именно в день, в тот же день, когда мы хотим его применять. и сразу, вот тут написано, препарат разводить водой за 1-2 часа до обработки. Все, порошок не буду. А, да, и про инструкции. В следующем видео, ну, может быть, даже не сегодня, я вам покажу, как готовить рабочий раствор. Самое главное, что вы должны знать, приготовление рабочего раствора у нас будет каждый раз разное. Если мы, вот, хотим замочить, например, семена, для замачивания семян есть своя строчка. Написано, 2-4 капли на стакан воды. Если опрыскивать растения летом будем, тут уже 2-3 чайные ложки на 10 литров воды. Для полива при перекопке, когда грунт поливаем, 1 столовая ложка на 10 литров воды. Когда в компостную кучу, то 1 столовая ложка уже на 1 литр воды. Вы видите, что концентрация везде разная. При поливе столовую ложку мы на целое ведро делаем, а при обработке компоста эту же столовую ложку на 1 литр. Вот эту инструкцию нужно соблюдать обязательно, потому что все мы знаем, несоблюдение инструкции ведет у нас к плачевным результатам. То есть, если препарат у нас какой-то резкий, агрессивный, то мы можем испортить свои посевы, а если он вот такой мягкий и безопасный, то мы можем просто иногда сделать так, что он не принесет никакой пользы. Просто бесполезный труд. Все, до свидания. Вот это видеоролик о том, как готовить маточный раствор. Но вы должны знать, что маточный раствор и рабочий это две разные вещи. Маточный раствор мы готовим на все лето. Он у нас будет вот в этой бутылке густая такая, вот как деготь, такая черная смесь. Из нее будем каждый раз делать разные дозировки, начиная от замачивания семян и кончая осенью, последнее выльем под осеннюю перекопку. Все, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...